Девушки отдыхают И срослись по песчинкам камни Вечность — это, наверное, так долго Мне бы только мой крошечный вклад внести За короткую жизнь сплести Хотя бы ниточку шока Оказалось, что я из богатой семьи А мои родители приемные Лиз, ну я же тебе говорила Пить утро вредно Не веришь? Можешь зайти к нам домой и сама спросить Оказалось, что я Полтавская Внучка того самого Полтавского Которого владеют Глобалом И этим магазином В котором ты Нумеруешь коробки Или что ты тут с ними делаешь? Значит, зоне твоя мама? Наконец-то дошла Фантастическая новость Слушай, Лиз А раз ты у нас теперь такая богатая Может, ты мне деньги вернешь, которые Ты у меня украла? А могла бы и порадоваться за меня Тогда бы Может, что-нибудь и перепало бы А ты завидуешь Завидую? Чему? С деньгами и любез Ты все равно ни на что не способна Ах ты гадина! Лиза? Лиза Лиза, все хорошо? Ай, ой Что такое? Голова болит? Да, кружится голова И в глазах потемнело Скорую вызвать? Да Сейчас, сейчас Секунду Алло Да, это скорая? Тут на девушку Коробки упали Висок болит Висок болит Да, на голову упали Нет, тяжелая Тяжелая Сознание или теряло? Теряло, да, теряло И говори, теряло Ехать Да, сейчас подиктую Так, Семенов из Эбби Энерджи уже наш Ветрова из Файер АйКю тоже О, креативщики международного класса Их Эппл хотели, но нам повезло больше Эндрю, мне нужен Барковский 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 уже два раза переносил встречу Мне плевать, что он и куда переносил Получил СМС от Кати? Тебе не имеют дела никакого отношения Вы что, поссорились? Так, Эндрю Барковский должен быть нашим к концу недели Идем дальше Окей Барилка Барилка отдал свое подтверждение Тоже нам Алло, привет Катюш, ты только не волнуйся Что-то случилось? В общем, нет, но да Я в травмпункте Где? Меня ящиками завалило Долго объяснять Ты можешь за мной заехать? Говори адрес Как ты себя чувствуешь? Голова кружится? Не знаю, Акать, не знаю Врач сказал, что все хорошо Но мы все равно пойдем в обследование И МРТ сделаем Ненавижу эту Сашку Ненавижу ее Она постоянно пакостит из угла Потом делает невинное выражение лица Будто я ни при чем Вообще, ни в чем не на ато Весь Не переживай Она к тебе больше не приплезет Я тебе обещаю Опять ты А как ты вообще посмела сюда прийти? Это же все из-за тебя произошло Иди в машину, пожалуйста Я сама разберусь Хорошо Все в порядке? Ну я бы не сказала, что все в порядке На нее упал стеллаж с техникой Во-первых, это был не стеллаж А всего лишь пару коробок Тем более, телефон Это не тяжелая техника И Лиза сама виновата Так стоп! Мне не важно Хотите вы признавать свою вину Не хотите вы ее признавать Вот моей сестре Будешь не приблизиться? Никогда Но она же Никогда! На расстоянии пушечного быстрого Вы не подойдете к Оле Лизе, как там называть Мне не важно Вам ясно? А если она вам говорит неправду? А вы хотите рассказать мне объективную правду? Ну я думаю, прежде чем делать выводы Надо выслушать мнение обеих сторон И в этом случае Всего доброго Сашенька, спасибо! Спасибо вам большое Что привезли мою сестру к нам Помню, я тебя отвезу домой Попрошу, чтобы обед в комнату принесли А ты? У меня еще дела, Олечка Спасибо вам большое Что прогустили половину рабочего дня Молодец 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 Людмила, вам что, Катя не звонила? Я, между прочим, плохо себя чувствую Эндрю, я все понимаю Но зачем им офис с панорамным видом? Вадим, да Это, может быть, звучит как Пиша Так это называется Но, тем не менее, это работает Привет Привет Можно мы две минутки поговорим? О, да, конечно Как раз время попить чай Спасибо Спасибо Вадим М? Что происходит? Специалисты, которых мы пытаемся переманить Упираются Курс доллара скачет Заказчики вопедриваются Ты же понимаешь, что я не об этом А я об этом, Кать Ты хочешь знать, почему я не уделяю тебе внимания Правильно? Потому что я работаю Ты же мог предупредить, что ты не придешь на ложу Извини, Кать Просто возникла незапланированная встреча С другой женщиной? Что? Ты вообще сейчас о чем? Ты сейчас о чем? Просто Ты не приходишь на ужин Ты не берешь труб Ты не отвечаешь на мои звонки Я понимаю, что все это выглядит, как будто я навязываюсь Просто я скучаю Очень Кать, я все понимаю, правда Но я работаю 24 часа в сутки Серьезно Что? Ты, оказывается, врать не умеешь Очень хотелось бы тебе верить Так, короче, мне все это надоело Если хочешь услышать, что у меня есть другая Пожалуйста, у меня есть другая К вам Вероника Евгеньевна К вам Вероника Евгеньевна Что это? Волосы Оли Леонид сказал, что ты хочешь привести генетическую экспертизу Леонид? Угу Леонид Значит, мой сотрудник Поделился с тобой моим планом Да, мне не нравится Что теперь все в курсе моих намерений Видимо, пришло время с ними расстаться Если я для тебя все, тогда можешь и со мной расстаться Ну, Ника, не передергивай Мне просто забавно Что ты готова пойти на что угодно Лишь бы не делиться наследством Неужели ты считаешь меня такой глупой, меркантильной? Кто о чем, а Вероника о деньгах? Пап, неужели ты не понимаешь, что я действительно думаю о тебе? О том, каким трудом ты их заработал? Мы ведь тебя все детство не видели Ни я, ни Динка Ты на этом своем заводе пропадал с утра до ночи А потом в девяностых, когда ты этот завод спасал И в корпорацию переделал Ты месяцами в командировках был Помнишь? Ты посидел за год Ты на похороне мамы опоздал Только потому, что какой-то идиот начальник договор подписывать отказался Пап, это не деньги Это твои силы Твои нервы Твоя жизнь Никогда Я не хочу, чтобы все это досталось человеку Для которого за этими деньгами ничего не стоит Никогда, ну прости меня, прости Прости, моя девочка, прости Спасибо тебе Серьезно, спасибо Хорошо Тебе стало легче? Да, спасибо Кать, ты не так поняла Я люблю свою работу Ты же умная женщина Зачем ты превращаешься в эту дешевую мелодраму? Если тебе так хочется, я женат на своей работе Вот и все То есть получается, что у тебя просто нет на меня времени? Получается, да Так будет всегда? Кать, ты ждешь от меня того, чего я не могу тебе дать Ты мечтаешь, что... Не знаю, я буду приходить с работы И по вечерам, а ты сидя в моем свитере Будешь выслушивать, как прошел мой рабочий день По выходным, я не знаю, мы будем Ездить по магазинам и выбирать Мебель для гостиной, белье для спальни Или что там еще выбирают Ходить в кино, в театр В гости к друзьям, а потом обсуждать их отношения Приходить к выводу, что у нас лучше Но только мне все это неинтересно, блядь Более того, я Я не могу так жить Желаю вам счастья Привет, Звоник Привет Ты плакал? Да нет, не то чтобы Но, да Историксы не изучили? Просто Просто мне, папа Спасибо сказал и прости Никогда не говорила тут Я, конечно, не размазня, но Просто не была готова Понимаешь? Что ты? Люди же вокруг увидят Я провожу тебя Может не стоит? Пойдем, пойдем В общем, поэтому я должен тебя уволить Стой, она же сама уронила на себя эти коробки Я-то тут при чем? Ты думаешь, мне это все нравится? Мне такой работник, как ты, по зарез нужен И чего же меня увольняют? За нанесение тяжелых телесных повреждений внучки главы корпорации? Саш, ты сама подумай Из-за тебя на наш салон напали какие-то гопники Залили здесь все краской, сорвали рабочие деньги А я-то тут при чем? Как будто они сделали только исключительно из-за меня Идем дальше В драке пострадал господин Иванов, наш прямой начальник Вадим Вернее, господин Иванов Сказал, что все хорошо Да? Да А вот директору салона он об этом не сообщил И это только цветочки Ты знаешь, какие телефоны разбились, когда ты уронила коробки на голову внучки Полтавского? Ну, я конечно знала, что у нее голова чугунная, но чтобы… В общем, управляющий посчитал нанесенный тобой ущерб, получилось две тысячи долларов И долг нужно вернуть как можно быстрее Откуда я их возьму? Две тысячи долларов! Ну, значит из меня вычтут Блин, полгода придется пахать бесплатно При чем здесь ты, Игорь? При том, что взял тебя на работу Хорошо, я… я все отдам Я найду новую работу и отдам, хорошо? Сумку мою подай Игорь, слушай, а может ты не будешь меня увольнять, а? Ну, я не знаю, оформить там на кого-то, как будто это не я Спасибо Приятно было поработать Удачи Мне она понадобится Ой! Катя! Я все подниму! Не подниму Ой! Катя! Я все подниму! А сестра твоя опять отличилась. Купила наклейки на стену. Представляешь, наклейки. Слушай, если она их в комнате у себя поклеит, я не знаю, что сделаю. Я умываю руки. Ты повлияй на нее, а? Катя. Кать, ты чего? Ты себя как чувствуешь, а? Лучше всех. Ничего себе. Девчонка накатила, а? Что, Катя пришла? Можно и так сказать. Я даже не представляю, сколько она выпила. Значит, был достойный повод. А какая у вас должность? Начальник антикризисного отдела. Ого! Я командовала самим начальником отдела антикризисного управления? Получается так. Вы какими-то скрытыми манипуляторными техниками владеете, да? Улыбнуться и попросить. Это моя главная техника. Ты не считаешь, что я... Не знаю, я буду приходить с работы и по вечерам, а ты сидишь в моем свитере и будешь послушать, как прошел мой рабочий день. По выходным, я не знаю, мы будем ездить по магазинам и выбирать мебель для гостин, белье для спальни и что там еще выбирают. По вечерам ты будешь хотеть ходить в кино, в театр, в гости к друзьям, а потом обсуждать их отношения, приходить к выгляду, что у нас лучше. Но только мне все это неинтересно, белье. Неинтересно. Я знаю, что ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь, и ты скрываешь то, что я скрываю, что ты скрываешь. Мы наблюдаем, стоя в темной нише. А что, любят дети? Что? Мороженое. Как угадали. Потому что я его тоже люблю. Тогда по мороженому? Я угощаю. Ну что же, спасибо вам, что подвезли. День начался так ужасно, закончился очень чудесно. Все, благодарю вам, Саша. Вы не представляете, как давно я не чувствовал себя так. Легко. Спасибо. Ну, я тебе что, увиделся? Да. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Не уходи. Не уходи, Вадим. Не уходи, Вадим. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры делал DimaTorzok Касабланку Кровавую мэрию Где мои деньги? Слушай, давайте лучше коктейльчик приготовлю Фирменный Я хочу, чтобы ты заплатил за квадрокоптер Я забыла дорогу в эту дыру Во-первых, это не дыра Но я же не отказываюсь Сколько я тебе должен? Чек, я привозила тебе чек Чек Точно Слушай, давай сейчас по коктейльчику И пойдем искать твой чек Слушай, по-моему По-моему в кабинете Точно В кабинете Давай свой коктейльчик Ты не пожалеешь Куантрол Мягко оттеняет грейпфрутовый сок А зеленый чай Завершает композицию Стой, еще нужно корицей посыпать Не надо, так сядет Ты чего? Это я так тонко намекаю Что ты должен мне денег Хорошо Я дам тебе деньги Все прямо сейчас У тебя сумка есть? Ты издеваешься наличкой? А как? Ну, ты говорил Корицу нужно еще посыпать Чтобы завтра утром Деньги были на моем счету А они, между прочим Три дня А это меня не волнует Может охрану вызвать? Таня Ну и так надо менять барахлила Ты что, просто так отпустишь? Ну а что делать? Такую девушку Голыми руками не возьмешь Ник, это вы нарисовали? Я еще компьютерную программу Не до конца усвоила Поэтому самой Иногда нарисовать проще А что, так плохо? Наоборот, здорово Правда? Да Хорошо Спасибо Привет Привет Здравствуйте Здравствуйте Меня Евгений Александрович пригласил Дедушка Добрый вечер, Владим Молодец, что приехал Добрый Молодец Дедушка Что? Это ты позвал А ты что, против? Ну давайте всех встал Людочка, накрывай Так Саша, привет Здравствуйте Тебе точно не трудно? Да вообще без проблем Ты понимаешь, я просто не рассчитывал, что буду всю ночь работать Спасибо, Анастасия Да, работы нету У меня времени вагон Кстати, это вам сюрприз От Антонины Сергеевны Тертый пирог? Тертый пирог Блин, мама Как в школе Спасибо, Анастасия Приятного аппетита Всего Пока-пока До свидания Ага Свет, вот тебе пример Анкетный вложен стафф И еще отправил тебе на почту Ой, спасибо Пройтись, пожалуйста Да, а я только что случайно услышала, что вы ищете кого-то на должность стаффа А, да, но ведь это уборщица Вы знаете об этом? Да, знаю Вот анкета заполнилась Спасибо Кстати, на той неделе планируем начать работу нового креативного отдела А что вас прежний не устраивает? Так он и вас не устраивает Иначе вы компания не оказалась там, где она есть? Нет, нет, только не о работе Я вас прошу За едой надо говорить о прекрасном Все уже видели мои эскизы нового интерьера Я жду ваших комментариев Только восторжен Проходи, садись Действительно, Ася Приятного аппетита Спасибо Антикварный салон Мебелью Я собираюсь поехать Кто со мной? Чтоб потом не говорили, что я вас не приглашала Милочка А у нас для салата есть специальная ложка Неужели вас не научили элементарным правилам? Ника, ну ладно тебе Кстати, если ты мне купишь билет, я с удовольствием Подождите, вы правда считаете, что это нормально? Ну что там еще осталось? А с полным ртом не говорят Господи, где ты воспитывалась? В Зверинце, что ли? Ях, пожалуйста У нас гости А что, при гостях этикет аннулируется? Замечательно Так что вы говорили насчет от некварного салона? Ты мебелью теперь интересуешься? Да, так я и говорю, что Там можно купить практически любую мебель Но А без меня я покупать не рекомендую Не хочу хвастать, но У меня нюх на подделке Ника Ну а что Ника? Что Ника? Так, Ника, пожалуй, пойдет к себе А вы продолжайте тут кормить Эту дикарку Вы знали то, что человек тратит пять лет среднем на еду в своей жизни? Не самая плохая пятилетка Кстати, меня в Китае однажды пытались накормить с жареными кузнечками И как? Это очень вкусно Ну, серьезно? Ну, надо же Только забежала в офис, уже на работу устраивается Ну, главное, чтобы еще взяли Да возьмут Ты же офигительный работник Ваня Что за слова? Что? Ба, он хотел сказать Он великолепный Восхитительный Да есть еще слово потрясающий Эй, ну хватит Скажите еще А что за работа? Непростая, но интересная А графика какой нормальная? Ну, в институт сможешь потом пойти? К сожалению, нет У меня начало рабочей смены в 5.45 Во сколько? Во сколько? Ну, кто ран встает, тому Бог дает Да, и я же жаворонок А я орел Лучку передай, орел А моя сестра, значит, орлиха Ты дурак Очень вкусный борщик, Антонин Сергей Спасибо Это бабушка моя Спасибо Бери вареную Спасибо Кстати, передай Оле, я тоже не люблю есть ножом с вилкой Я знаю Ты не подумай, Оля, очень хорошая просто Этикетный ее конек Просто она жила в очень плохих условиях Кстати, странно, что воспитывать ее при всех начал не Евгений Александрович, а Вероника А еще удивительно, что из-за стола ушла она, а не Оля Она у нас в крови бороться до последних Да, я заметил Вадим, зайди ко мне, разговор есть Могу предложить сигару? Разговор будет такой долгий? Нет Тогда вы сдержусь, спасибо А, ну и молодец Нечего здоровья портить На, прошу Надо думать о потомстве Так, я хочу поговорить о тебе и Кате Евгений Александрович, ну мы же с вами уже Вадим, я был неправ В конце концов, вы взрослые люди Я не вправе вмешиваться в ваши отношения Конечно, мне бы хотелось Но Я вижу, вы без меня справляетесь Можно сказать и так Так что можете не прятаться Встречаться открыто Но имей в виду, Вадим Если ты обидишь Катю Ты можешь себе представить Тем, на что я способен Я представляю Ну это хорошо Я могу идти? Да Здравствуйте А кто последний на должность стафа? Ты про уборщицу? Да За женщиной будешь Спасибо До свидания Здравствуйте 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 Екатерина Полтавская Полтавская? Совпадение Здравствуйте 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 Екатерина Дмитриевна Рассказывайте, что вас привело к нам Только не говорите, что объявление Нет, образование и амбициозность Global Communication Это единственная компания В которой я смогу максимально реализоваться Вы наверняка знаете С какими трудностями сейчас столкнулась наша компания У вас есть какие-нибудь варианты решения проблем? Я считаю, что для начала нужно провести полную реструктуризацию Внедрить систему продаж Ориентированную на современные запросы потребителей сотовой связи И предложить им дополнительные услуги, не входящие в основные тарифы Это привлечет новых клиентов и повысит продажи Следующий давай Да Здравствуйте Здравствуйте Менеджеров собеседуют этажем выше Да нет, я к вам Заходи Сколько лет? Двадцать, скоро Обыдевания нет? Есть, выше, незаконченная Просто сейчас академатпуск взяла А, академатпуск взяла Что-то вроде того Так, подоги Климтоманка Я нет Так, наркотики, что прячешься от кого-то? Нет, просто деньги нужны Зачем тебе деньги? Игрыш вы тебе выиграете азартные? Нет, ну, жизнь же на что-то надо И мне долг отдавать нужно Ой, 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 ой А родители-то знают? Нет у меня родителей Ой Сейчас я плачу Давай, иди Звучит неплохо, но, я так понимаю, опыта у вас нет Опыта у меня нет, но я готова его получать И у меня много теоретических знаний Ну что ж, я так понимаю Погодите, Леонид Хорошо Если теоретическое, давайте поговорим теоретически Представьте, что у вас есть уникальное фамильное кольцо Вы начальник тюрьмы Ваше кольцо потерялось И вы пообещали тому, кто его найдет, сократить полсрока Так Находите его Человек с пожизненным Что вы будете делать? Спасибо, извините Ну вот как-то нет родителей, а? Ну вот так вот Нет и все Ну-ка, садись Паспорт давай Да, сейчас там Вот, пожалуйста Пожалуйста На работе быть в шесть утра Да Сергей, без пятнадцати шесть В шесть начинаем Хорошо И смотри мне Я за тобой слежу Конечно Если рассуждать теоретически Я думаю то, что До конца жизни ему нужно давать Один день на свободе и один день в тюрьме И следить за тем, чтобы он не купил тарифный план Global Plus Потому что тюрьме он будет чувствовать себя так же комфортно, как и на свободе Хорошо 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 Запиши, Андрей, надо будет использовать Если вы, конечно, не против Если возьмете на работу Шантаж? Переговоры Звучить ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Закрой глаза! Ничего не будет, поверь. Просто дыши. А целовать? Нет, не буду, честно. Смотри. Закрой глаза, пожалуйста. Ваня? Ваня, что ты хочешь? Просто дыши. Я готова... Тише, тише, тише. Закрой глаза. Ну? Не открывай, хорошо? Дыши. Вань? Да, да, я здесь. Ну, я сейчас открою глаза. Не открывай. Ну. Я эти деньги полгода копила, понимаешь? Я училась и зарабатывала. И хотела бы в этом платье пойти в какую-то крутую компанию. Зайти, и чтобы меня сразу взяли. Потому что я выглядела бы в нем шикарно. Тебе же так возьмут. Тут нужно правильно выглядеть. Хорошо одеться. А ты посмотри на меня, как я выгляжу. Да я как девочка с рынка. Это мне? Ну да, а кому еще? У тебя же сегодня важное собеседование. Ты должна быть самой-самой красивой. Это, это же то самое платье. Да. Но оно ж такое дорогое. Ваня! Спасибо тебе огромное. О, оно такое красивое. Спасибо, сейчас приду. Блин, какое-то классное! Здравствуйте, я Алюхина Александрина. На выставку. Спасибо. Здравствуйте. У меня есть что? Спасибо. Ты по карманам все-то не пихай. У тебя же тележка есть. А, цехияшка. Ага, мечтак. Тряпка швабра, средство для мытья окон, форму береги. Это лицо нашей компании. Поняла. Что ты поняла-то? Молчать. Так, иди сюда. Господи, где моя ручка? Вот так. Все, подписывай, на. Ну, давай, быстро подписывай, работать надо. Мне прочитать надо. Ой, господи, на свою голову взяла образованную. Ну, давай, подписывай, подписывай. Не кредит здесь на твое имя. Не бойся. Вот. Спасибо. Подожди. Спасибо. Стой. Значит, так, вот тебе карточка. Пропуск на все этажи. Значит, ты второй этаж. Хорошо. Это переговорная номер один. Значит, ты третий этаж. Столовая. Да, но только не так, как в прошлый раз. Ага. Все, давайте быстро. Да, спасибо, Галина Александровна. Все уберем. Давай, давай. Иди работай. Так. Все уберем. Что такое, а? А ну, слетай быстро. Ой. Ты бы еще шваброй по потолку прошлась. Извините, пожалуйста, я думала, надо везде же убирать. Думала она, цирк с конями. Здрасте. Здрасте. Саша, так вы же в магазине работали. Здрасте. Что я знаю, что ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь, и ты скрываешь то, что я скрываю, что ты скрываешь. Мы наблюдаем, стоя в темной нише. Чужие сны не делают нас ближе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...